Идем дальше. Письмо. В части письма все просто. Вам нужно написать текст, обычно это 250 слов. Не пересекайте порог слов. Если вам сказано 250, лучше всего сделайте 250, не теряйте свои баллы. У вас работа, она не будет исключена, но это всегда не очень хорошо. Второй момент. Прежде чем писать в чистовик, конечно же, лучше всего написать в черновик, спокойненько подумать, перечитать, исправить свои же ошибки, обычно именно потому что студенты не могут или не хотят или спешат и не читают свою работу, они бы сами могли бы исправить. Поверьте мне, 50% ваших ошибок вы можете исправить сами, поэтому не ленитесь. Оставьте 5-10 минут для того, чтобы прочитать ваш текст, исправить ваши ошибки. Как должно состоять это письмо? Во-первых, это не всегда письмо. Это может быть все что угодно. Это может быть сайт, это может быть официальное письмо, которое я лично не очень люблю. Это может быть письмо другу, это может быть какое-то письмо мэру, все что угодно. Здесь вы должны быть готовы к тому, что вы должны правильно прочитать само задание. У меня лично была такая тема, как очень закрученная и очень тяжелая. Вам было все вот так напутано, какая-то каша-малаша, и нужно было в этом всем разобраться. То есть я вам советую, несколько раз перечитайте, о чем идет речь. Даже если вы что-то не понимаете, поверьте, лучше напишите что-то, чем если вы попадете в панику и вы ничего не напишите. Поверьте, это всегда шанс. Даже если что-то не получится, вы должны оставаться до конца на этом экзамене. Вы должны верить в себя. И я уверена, что у вас получится. Поэтому что не нужно пугаться. Многие люди просто они одно слово не поняли, некоторые даже вставали и уходили. Такое было. Не надо. Будьте сильными. Я вас верю, честно. Минутка любви. Дальше. Структура. Здесь важна также структура, безусловно. У вас должны быть параграфы. У вас не должно быть сплошной текст одним каким-то потоком. Да, легче воспринимать текст, который поделен на какие-то параграфы, на какие-то логические моменты. На начало, конец. И середину, конечно же. Иногда срабатывает бонусом, если вы приведете какой-то пример. Например, вы пишете письмо другу, и вы там должны в чем-то его убедить. И вы можете сказать, а вот я знаю кого-то, который сделал так-то. И даже если вы никого не знаете, пишите, придумывайте, сочиняйте. Тут полет фантазии. Никто вас не проверяет. Ваша задача, структура и нормальная, адекватная речь. И все будет четко. Пошли дальше. Если вы написали, набрали хотя бы по, если я не ошибаюсь, 5 или 10 баллов по каждой из этой части, то вы идете дальше. Четвертая часть — это говорение. Я думала, что это будет самая легкая часть, но мне за нее поставили меньше всего. На B2 это было 16 баллов, когда был C1 это была оценка 23. Обычно говорения назначают вам день и время на этой же неделе, на которую вы сдаете, но не в один день. В этот день вам нужно прийти с паспортом, но иногда, насколько мне известно, если вы завалили какую-то одну из частей, то вас могут уже не позвать на говорение. Но обычно все идут на эту часть, и все четыре части сдаются, а потом уже есть результат. Вы вытягиваете две бумажки, это будет две темы, там их может быть штук 15. Вы должны прочитать заголовок ваших двух тем, и вы должны моментально на месте сориентироваться и определить, что вы хотите, о чем вы хотите говорить. Также нужно выбирать тему, где вы будете сильны, где вы сможете себя как-то проявить. У вас есть полчаса на подготовку. Что советую я? Во-первых, это действительно писать ваш текст. Вы не будете зачитывать этот текст перед экзаменатором, но вы должны, как минимум, написать вашу структуру. Это покажет вашу серьезность, это покажет вашу подготовленность, и экзаменаторы к вам относиться будут уже по-другому. Второй момент. Вы должны правильно прочитать задание, но там вот в чем подвох. Что было у меня? Это был просто какой-то трэш. Значит, у вас там идет тема, камеры наблюдения в магазинах, и там уйдет такой текстик маленький, в винегрет каких-то реплик, и вы должны понять, в чем проблема, в чем суть, о чем идет речь, где тут какие аргументы можно, что вообще происходит, какая тема, и вы должны все это почувствовать, понять и проанализировать. Обычно вам говорят, что вы должны делать, рассказать или защищать, или еще чуть-чуть оппозицию, или какой-то вопрос наводящий. Но что было у меня? Значит, я написала текст, у меня еще оставалось минут 15, то есть я за 15 минут подготовилась, я такая уже сижу, такая все, я могу уже отвечать. Но такой момент, что лучше, лучше не идите раньше. Обычно экзаменаторы, они уже устали, возможно, вы уже не первый человек, которого они спрашивают, и они хотят тоже отдохнуть. Если вы сразу пойдете, давайте я готов, я такой молодец, за 5 минут подготовился, то вы, возможно, их как-то даже будете раздражать. Используйте свое время максимально. Итак, вы написали ваш текст, вы должны были там что-то защитить, какую-то позицию, вы написали аргументы, вы все сказали, вы молодцы. Первое, что не нужно делать, это не нужно говорить на «ты», то есть не нужно постоянно говорить «кан-тю», 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 «кан-тон». Всегда нужно использовать безличную конструкцию, потому что когда вы говорите на «ты», кажется, что ты обращаешься к этому человеку, и некоторым людям это не нравится. Следующий момент. Если вдруг вы увидели, что позиция ваша совпадает с позицией вашего экзаменатора, не нужно улыбаться и говорить «вот как круто, что мы с вами единомышленники». Вы должны быть хладнокровны, вы должны соблюдать какие-то мерки, вы не должны быть как ледышка, но вы не должны показывать, что вы рады, что вот что-то происходит. Это что касается согласия. Если экзаменатор с вами не согласен, тоже тут не нужно переживать. Вы должны уметь защищать свою позицию, отстаивать, аргументировать. Что произошло у меня? Все очень просто. Я делала примеры, аргументировала, но моему экзаменатору показалось этого недостаточно, и у нас начался просто какой-то батл, и я пыталась себя защищать до последнего. Она сказала, что это же B2, вы понимаете. Хотя потом на C1, когда я сдавала, это был уже другой экзаменатор, мне поставили 23. То есть сложно. Поэтому вы должны оставаться на своих позициях, верить в себя и быть до конца, как бы тяжело вам не было. У меня было желание уйти, но я осталась. Я таки сдала этот несчастный экзамен. Я вам желаю терпения, не бойтесь, сдавайте, поступайте, куда вы хотите. Для тех, кто видит мое видео впервые. Я преподаватель французского языка и также английского. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо огромное за внимание. Пишите любые вопросы, касающиеся этой темы, под данным видео. Я на все отвечу. Спасибо большое за внимание, что были со мной. Удачи вам. И БОНУЧАНСЬ!